Первый день голосования на выборах депутатов в Государственную и Губернскую Думы. На места в федеральном парламенте претендуют представители 14 партий. Зарегистрированы 45 кандидатов по 5 одномандатным округам. За депутатские кресла в Губернской Думе борются представители 11 политических объединений. Всего 573 кандидата. Как организован процесс проверил председатель обл. избиркома Вадим Михеев. Более 2 миллионов 400 тысяч наших избирателей смогут реализовать свое право. Ну, о явке говорить рано. Будем смотреть в течение трех дней. У нас в этот раз трехдневный марафон. Как члены комиссии говорят, раньше день пережить, теперь мы три дня на посту. Поэтому я желаю всем своим коллегам в нижестоящем комиссии успехов. И, конечно, прошу избирателей найти время в эти три дня, когда вам удобно прийти на избирательном участке и реализовать свое право. На выборах проголосовал и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Свой гражданский долг он исполнил в Нижнем Новгороде на избирательном участке номер 2552, расположенном в здании Нижегородского государственного педагогического университета имени Казьмы Минина. По итогам голосования Полпред рассказал, что утром начали работу 22,5 тысячи избирательных участков по всему Приволжскому федеральному округу. Работа идет по плану, штатно, с соблюдением всех требований безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. С голосования начала свой рабочий день Елена Лапушкина. Глава города проголосовала в школе номер 69. Она отметила, что в области все сделано для того, чтобы выборы прошли честно и открыто. Геннадий Котельников проголосовал на своем участке, расположенном в Самарском энергетическом колледже. Он рассказал, что является активным участником выборов еще со студенческой скамьи. И с тех пор спикер регионального парламента никогда не упускал возможности высказать свою гражданскую позицию. Если мы хотим жить лучше, чем мы живем, если мы хотим жить увереннее в ближайшее время, чем мы сейчас в этой стадии находимся, то обязательно надо прийти на выборы, высказать свою позицию. Практически к началу открытия избирательных участков отдать свой голос пришел Александр Живайкин. Депутат Самарской губернской думы отметил, что в первый день выборов уже виден интерес граждан. Но, несмотря на это, соблюдаются все необходимые меры предосторожности. Гражданский долг и забота о здоровье всегда на первом месте. Видно, что участковая комиссия готова. Меры предосторожности, маски, одноразовые ручки, все это присутствует однозначно. Здесь мы обязаны, конечно, за этим следить, чтобы жители имели возможность, скажем так, с мерами безопасности сегодня прийти проголосовать. Отдать свой голос в первый день выборов решил полковник и герой Российской Федерации Игорь Станкевич. Голосовать он пришел вместе с супругой на избирательный участок номер 2903. Это уже семейная традиция, признается офицер. Я всегда прихожу на голосование, обычно вместе с супругой. И это у нас уже многолетняя традиция. И детей маленьких приводили. Сейчас они на других участках, но тоже приходят. И старший сын со своими детьми приходит голосовать. Заместитель председателя общественной палаты Самарской области, член общественной палаты России Павел Покровский проголосовал в 29-й Самарской школе. Здесь он когда-то учился. Сюда же всегда ходит на выборы и отмечает и то, как преображается с годами образовательное учреждение, и то, как меняется сам избирательный процесс. Во-первых, я вижу высокий уровень организационной подготовки к проводимым выборам 2021 года. И второе, конечно, что видно каждому жителю Самарской области, это действительно по-настоящему высокий интерес со стороны жителей нашего региона к проводимым в регионе выборам. Это, конечно, показатель активности наших граждан, которая растет, и мы ее в правильном направлении всегда помогаем реализовать. Хороший уровень организации выборного процесса и соблюдения законности на этом участке отметили и наблюдатели. Действительно, все это и легитимно, и правильно, и избиратели достаточно активно сейчас вот приходят. Чувствуется, что они приходят сюда с убеждением, их никто не заставлял по собственной воле. То есть вот это вот все выполняется, вся эта законность. В полдень свой голос отдал почетный строитель России, заместитель руководителя департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Александр Васюков. Его избирательный участок находится в школе номер 58, в которой он раньше учился. По его словам, проголосовать в пятницу для него стало самым оптимальным решением. Коль нам государство удалось три дня, я могу проголосовать сегодня в пятницу, почему нет? Для меня это удобно. Как голосуют арестанты в местах лишения свободы и скрыт ли их выбор от посторонних глаз, проверила рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также члены общественной палаты региона. Чуткий контроль работников изолятора только до получения бюллетеня. Дальше, как и положено, все строго и легитимно. В следственном изоляторе номер один Самарской области проголосовали 779 арестантов. Честность здесь тоже важна. За выборами в СИЗО следила наблюдательная комиссия и прокуратура. Также велось постоянное видеонаблюдение. Ни одного у нас следственного арестованного, который бы имел отказ от голосования, не имеется. За определенный период времени каждому следственному арестованному был предоставлен буклет с кандидатами. Тот или иной субъект, куда он избирается. Также у нас в камерах непосредственно организовано телевидение. То есть общественной жизнью наши следственные арестованные живут и знают. Свой выбор супруги Василий и Мария Комковой сделали сразу же после открытия избирательного участка. Многодетная семья пришла почти в полном составе. У них шесть детей. Старшей дочери 16. Младшему сыну он сегодня у папы на руках всего два года. Отдать свои голоса Комкова решили с утра пораньше, чтобы успеть после выборов отвезти дошколят в детский сад. На выборы они ходят всегда. Рассказывают, со старшей дочкой даже ведут дома свои дебаты относительно предпочтений по кандидатам. Нам же не безразлично, в какой стране будем жить мы и наши дети. Поэтому обязательно ходим голосовать каждый год. Для большинства это, наверное, вообще единственный способ как-то повлиять на что-то. Вот мы этим способом пользуемся. Проголосовал сегодня и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Вячеслав Ленский. Прославленный спортсмен исполнил свой гражданский долг в родной школе номер 114. Выборы он сравнил со спортом и отметил, что в этом случае победа все-таки не за участниками гонки, а за избирателями. Ведь от голоса каждого зависит, кто будет представлять их интересы в губернской думе и федеральном парламенте. Здесь можно провести аналогию со спортом. И кандидаты, они соревнуются и считают бюллетени, проценты. Кто-то отрывается, кто-то догоняет. То есть это похоже на какую-то спортивную гонку. Но, скорее всего, победителями будут именно избиратели, которые придут, проголосуют и большинством решат тот, кто нужен нашей стране, нашему региону. За честность избирательного процесса в России следят 500 тысяч наблюдателей. Это больше, чем население 70 государств мира. Число наблюдателей по сравнению с прошлыми выборами выросло почти вдвое. Только в нашей губернии их более пяти тысяч. Среди них и Никита Симонов. В зону его ответственности попал участок, расположенный в бизнес-инкубаторе на улице Главной. Смотрим, соблюдаются ли социальные меры, меры дистанции. На данном участке и иные нарушения избирательных прав избирателей. На данный момент на участке никаких нарушений избирательных прав не выявлено. Все проходит в штатном режиме, техника не подводит. Все в порядке. На этом сайте я могу смотреть видеокамеры с избирательных участков со всей нашей области. Но в основном я смотрю именно наш город Тольятти. Так выглядит работа Центра видеонаблюдения за ходом голосования в Тольятти. 29 человек посменно будут дежурить у компьютеров в течение трех суток. И днем, и ночью. Все городские избирательные участки они разделили между собой. И следят каждый за своей территорией. В их полномочиях не только заметить, но и предотвратить нарушения. Для этого у наблюдателей есть прямая связь с областной избирательной комиссией. Такой подход и способствует чистоте и прозрачности. Потому что здесь практически в онлайн режиме мы видим все. Там нельзя ничего изменить. То есть получается вот пришел человек, ему вручили бюллетень, мы все это видим. Пошел человек в кабину тайного голосования проголосовать. Это все прозрачно и все видно. А если вдруг что-то не так, то мы также это видим. То есть это нельзя никак скрыть. В ближайшие два дня в Самарской области будут работать 1809 участковых избирательных комиссий. Отдать свой голос жители смогут с 8.00 до 20.00.